Зайдите, пожалуйста, на улицу 8 марта, посмотрите, что там творится. Там бурьян, человеческий рост. Так это везде такой бурьян. Дети вчера гуляли, трое. И потерялись. У этой невеселой шутки конец такой же. Ребята из бурьяна вышли, но не одни, с клещами. По словам очевидцев, дети сейчас госпитализированы. Во дворе над Дзержинского 4, трава ниже, но также далека от стандарта. Для Сергея Стародубова, заместителя руководителя администрации района, по вопросам ЖКХ, это первый ознакомительный объезд. И он активно приступил к работе. Ну нет, понятно, что жители готовы не должны страдать. Уж прекрасно, значит, что на основании закона не более 20 сантиметров должен быть тревной покров. Я понимаю. А у вас, ну, сразу есть, да? Нет, нет, нет. Бурьян, сейчас. Пятиметровая зона. Общем обязательно. Да, что тут вообще как бы не обсуждается. До конца следующей недели траву окосить и не только в этом дворе, но и на всей территории. Такую задачу поставили перед ответственными сотрудниками. Но эта проблема далеко не единственная. Жильцы дома номер 4 по улице Дзержинская написали письмо губернатору Подмосковья с целым списком вопросов. Один из основных и ненадлежащего качества капремонт. Два года ремонтировали. Покрасили по мху, пожалуйста. Нам что, ежегодно будет капитальный ремонт? 16 покрасили. Добивались таким трудом. Вот этой покраски. Тут дом как в послевоенное время выглядел. Вы сами его видели. Штукатурка отваливается, краска сходит. На козырьках начинают расти деревья. Окна в подъездах – уникальный предмет старины. Периодически протекает крыша. Жалоб много и уже не ясно, что было внесено в список работ по капитальному ремонту, а что входит в текущие задачи, которые давно никто не решал. Разобраться в вопросе еще предстоит. Ну, мы сейчас обязательно разберемся, в каком году был капремонт, какие гарантийные обязательства у подрядчика были. Ну, какую-то более информацию подробную сможем ответить чуть позже. Среди злободневных тем – водопровод и отопление в зимний период. Здесь же и старая проводка в подъезде, плохое наружное освещение и грязные тротуары. Жильцы также просят разобраться с навалами мусора на контейнерных площадках и заасфальтировать площадку перед домом. То, что касается продолжения парковки до первого подъезда и удаления аварийных деревьев, ну, к сожалению, на 2019 год планы работы уже сверстаны. Ну, просто деньги не... Андрей Евгеньевич, извините, перебью, тогда хотя бы вот это вот нам уберите. Вот, поэтому... Лужу, избавьте нас от нее. Будем в режиме ожидания, ставим вот это. А это посмотрим, сделаем как-то в весенне-летний период текущего года. Также профильные заместители Андрей Баранов и Сергей Стародубов проверили, как идет работа по благоустройству в скверах и парках. В сквере напротив школы номер 5 работа кипит. После подвели итог объезда. Ситуация непростая. Имеет место... И, причем, обоснованы жалобы со стороны населения на окосы придомовых территорий. Соответственно, по результатам будут составлены графики окосы придомовых территорий. Вот. Ну, как показывает объезд, в принципе, территория вдоль автомобильных дорог, общего пользования и скверы находятся в удовлетворительном состоянии. Единственное, конечно, у нас вот около остановки детских садов сквер имеется. Ну, я надеюсь, что в течение следующей недели он также будет приведен в надлежащее состояние. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.